Патолога-анатом. Какая картина у людей появляется перед глазами, когда произносишь это слово. Мрачное холодное помещение, в ней стоит врач в запачканном халате со взглядом леденящим душу. Плюс-минус у всех представления одинаковые. Но какие на самом деле эти люди? Международный день патолога-анатома мы напросились на небольшое интервью к заведующему патологоанатомическим отделением городской больницы номер 2 Артему Николаевичу Иванову. Наша работа состоит из двух столбов. То есть получается прижизненная диагностика и посмертная. То есть аутопсия, вскрытие. Это малая часть нашей работы. Основное это все-таки прижизненная диагностика. Материал поступает, мы его изучаем, описываем то, что видим. Невооруженным взглядом. Берем самые измененные участки ткани. И после химической проводки мы под микроскопом рассматриваем эти кусочки. И ставим диагноз на основании картины, которую мы видим под микроскопом. То есть наибольшая часть работы врачей-патологоанатомов заключается в проведении прижизненной микроскопической диагностики биологических материалов. И лишь небольшая часть посвящена исследованиям трупа человека, чтобы установить причину смерти. Изначально Артем Николаевич, поступая в медицинский, мечтал стать хирургом. Как так получилось, что он стал патологоанатомом. Все очень просто. Именно работа с микроскопом его очень заинтересовала. Здесь всегда есть куда расти и чему учиться. В самом патологоанатомическом отделении Артем Николаевич побывал впервые на третьем курсе. Там, конечно, такой сразу случай был, очень, скажем так, непростой. Заинтересовало, как там все происходит. Как они вообще понимают, что там происходит, что там вообще они видят. На основании чего они вот эти выводы сделали. Там как раз хирурги были и там вот такое бурное обсуждение как-то вот зацепило очень сразу же. Вот. И после этого сделал выводы и решил, что все-таки, ну, мое. А действительно ли все патологоанатомы становятся черствыми или циничными? Ну, оптимисты мы все, как бы, да, появляется такая черствость немного, да, но без нее никуда. Иначе в больнице можно оказаться психоневрологической, как бы, вынуждены были это сделать. Артем Николаевич добавляет, что врачи не воспринимают скрытие как смерть человека. Для них это клинический случай. Грубо говоря, они раскручивают клубок и ставят диагноз. А если сравнивать взгляды на жизнь тогда, в студенческие годы и сейчас, поработав в патологоанатомическом отделении, то Артем Николаевич уверяет, взгляды на жизнь не поменялись вообще. Профессиональной деформации не случилось. Так что студенты медицинских вузов, не бойтесь выбранных профессий. И заодно вам совет, на что стоит обратить особое внимание в учебе. На основополагающие предметы основные – анатомия, физиология, патанатомия, патфизиология, гистология. Ну и там уже более такие узкие хирургии, те же самые терапии, для того, чтобы кругозор расширить свой. Патологоанатомы, как вы уже поняли, по большей части занимаются прижизненной диагностике. А это самое начало лечения. Поэтому их вклад в выздоровление пациента огромный. Ведь именно от правильно поставленного диагноза зависит будущее пациентов. С вашим профессиональным праздником врачи-патологоанатомы. Я хочу поздравить своих коллег-патологоанатом с их профессиональным праздником. Хочу пожелать им здоровья и их семьями близким. Всех благ, терпения и профессиональных успехов в их нелегком труде. Наталья Бейкер, Андрей Энгель, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия».